МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно вместе с главой Дмитровского городского округа Ильей Поначевным мы побывали на фабрике «Белка», которая располагается в Дмитрове на Бирлово поле 34. Это предприятие входит в группу самых крупных производителей в России и является одним из лидеров по производству ковров и ковровых изделий. «Белка» у нас динамично развивается, мы следим за рынком очень активно. На сегодняшний день мы представляем около 30 коллекций ковровых изделий, которые являются самыми востребованными на нашем рынке. Каждый год, из года в год появляются новые и новые изделия, которые мы удивляем своих покупателей. Наши клиенты очень довольны нашим товаром. Товар у нас конкурентоспособен по цене, по качеству и по соответствующим характеристикам». Поскольку дмитровские ковроделы используют технологии бельгийских фабрик, которые с давних пор являются эталоном для всего мирового ковроткачества, основателями было решено назвать фабрику «Белка». Расшифровывается как «бельгийское качество». «В первую очередь технологии, все станки, которые вы здесь наблюдаете, это производство бельгий. И, естественно, обслуживание этих станков тоже очень много зависит от качества обслуживания. Поэтому то, что мы с ними работаем совместно, это огромный плюс для нас». «А кто ваши клиенты? География?» «География нашего рынка – это весь бывший Советский Союз. Мы частично уже начинаем выходить на европейский рынок. Думаем, что это направление будем развивать. Активно продаем по всей России, частично по Казахстану, Белоруссии, Армении, Молдавии. Сейчас первые поставки на Польшу пошли, были на выставке, представляли свой товар. Всем понравился. В силу того, что мы конкуренты способны к цене, знаем рынок европейский, именно связанный Европа и Евразийский товар у нас». Современное технологическое оборудование фирмы «Ван де Виле», установленное на предприятии, способно выпускать большие серии высококачественной продукции из современных синтетических материалов с отличными потребительскими свойствами. «Работа у нас налажена уже в течение 10 лет. У нас есть свои поставщики, с кем мы работаем уже давно. Мы сейчас в связи с тем, что и рыночные отношения, все и каждый день, и цена меняется, и все на продукцию, которую мы закупаем. Но, тем не менее, мы не меняем своих партнеров, с кем мы работаем, поставщиков не меняем. Почему? Потому что мы с ними работаем давно, регулируем цены, мы стараемся работать так, чтобы и им было хорошо с нами работать, и нам. Бывает, иногда мы их выручаем, они нас выручают». «В чем ваше преимущество, как вы его видите перед другими?» «Я считаю, что это наличие технологий наших партнеров-бельгийцев и знание нами нашего внутреннего рынка». На сегодняшний день Дмитровская фабрика «Белка» входит в тройку российских лидеров по производству синтетических ковровых изделий и активно продает свои ковры на рынках бывшего Советского Союза. Также здесь запущено производство несинтетических шерстяных ковров. «Роял ТАФТ» под Осином строится. Вы же там тоже бенефицар выступаете. «На сегодняшний день то, что происходит на «Роял ТАФТе», кроме производства ниток, остальные ковровые производства, это является нашим продукцией, которая потом плавно перейдет в управление «Роял ТАФТу». Но перспектива там состоит в том, что будет производство ТАФТинга. Оно отличается от коврового производства, которое мы осваиваем на сегодняшний день, пока только в стадии планирования и поставки оборудования. Ближай, уже в середине этого года, будет производство «Рочинация». И оно будет параллельно идти к ковровым производствам с ТАФТингом. Оно для продажи выгоднее, потому что клиент, приезжая за товаром коврами, параллельно получает второй товар, который нужен всегда ему искать в другом месте. А так, как в супермаркете, у нас будет представлен весь товар, который получает оптовый клиент по России. Недалеко от подосинок уже работает еще одно промышленное текстильное предприятие. Завод «Роял ТАФТ» производит тафтинговые иглопробивные ковры. Как объяснили главе нашего муниципалитета, Дмитровская белка является партнерской компанией этому новому производству. Как вы видели, мы уже закончили строительную часть, инженерную коммуникацию тоже подвели уже. Готовимся к завозу оборудования. Часть оборудования уже смонтировали. Нужно будет провести еще пусконаладочные работы. Должны приехать специалисты, которые доналадят нам это оборудование. Также планируется у нас уже заключен договор на поставку линии отделки тафтинговых ковров и самая иглопрошивная машина для производства самого тафтинга. Ориентировочные сроки поставки у нас это весна, наверное, в марте месяце. Этого года? Этого года, да. Это из Европы, да? Да, из Европы. Одно оборудование из Австрии, другое оборудование из Бельгии. Здесь уже завершена первая очередь проекта. Это строительство производственного складского комплекса на 7800 квадратных метров. Общая площадь второго этапа еще 14000 квадратных метров. Оборудование в обоих производственных корпусах будет европейского происхождения. Помимо полипропиленовой нити для ковроделов, новый Дмитровский завод уже производит пока в небольшом количестве ковры. Запущены в работу купленные в Бельгии новейшие ткацкие станки. У нас будет свой путь в отделке. Вы партнеры, но не одно целое. Да, мы позиционируем себя как более инновационная компания. На опыте Белки будем предлагать клиентам что-то новое. Что-то такое прогрессирующая компания. То есть будем лучший опыт мировых производителей принимать и предлагать что-то очень хорошее. Основная задача нового предприятия, как ее видят основатели завода, это успеть заместить свои продукции импортной, прежде всего турецкой, которая сейчас доминирует на российском рынке. Для большей гарантии успешности своего начинания владельцы нового коврового бизнеса взяли в компаньоны также опытных белорусских ковроделов. А ваши клиенты кто будут оставлять? Начиная от сетевых магазинов до обычных потребителей. Это в основном под обычным потребителем я понимаю клиентов с регионов, которые покупают мелкий, средний опт и реализуют у себя каких-то небольших магазинчиков, заканчивают такими. То есть все, кто желает, могут приобрести наши продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова